Ребята, всем привет! С вами Александр, Kinder & Company канал. И, конечно же, самые любимые мои игрушки, это игрушки про динозавров. Продолжаем нашу серию. Это моя, ну, наверное, любимая фирма-производитель. Ну, любимая, я имею в виду, если не брать, наверное, то, наверное, Hasbro. Эти игрушки ничуть не хуже Hasbro, но стоят в два раза дешевле. Это компания Chapmay, серия Dino Wallet. Мы уже, получается, наверное, видели всю эту серию. У них есть серия разных игрушек. Есть просто игрушки. У нас был, ну, допустим, какой-то там раптор. Вот такие вот были у меня на канале есть. И тираннозавр был оранжевый. Когда-то давно, одно из первых, наверное, видео, если оно есть на канале. То есть они просто фигурки, есть подвижные. Но есть серия, состоящая из трех фигурок. Вот такой вот T-Rexor чаще у нас был. Вот такой вот Velociraptor у нас был. И на этот раз у нас будет пахицефалозавр, ребятки. Вот такой вот классный пахицефалозавр у нас. Так. Эта коробка именно не от него. Я вставлю сюда обязательно картинку коробки от него. Но вот он был в большой квадратной коробке, в которой шел в комплекте вот такой вот джип. Джип и такое вот лассо. По-моему, это оно шло вместе с ним в комплекте. Хотя, может, я ошибаюсь. Вот здесь нарисовано, что с таким вот раптором. Точно, ребятки, вам уже не скажу. Давно он покупался. Давайте отставим нашу коробку. И разберемся с нашим пахицефалозавром. Да, вообще-то это даже не пахицефалозавр. Это же стигимолох, ребята. Точно. Пахицефалозавр у нас был самым большим представителем вот таких вот бронелобых динозавров. Он жил в пахицефалозавр 65 миллионов лет назад. 4 метра в длину был, 2,5 метра в высоту и весил 1,8 тонны. Это он самый крупный. А это у нас стигимолох. А стигимолох у нас был, ребятки, поменьше. Да, а стигимолох у нас был намного меньше. Его нашли в 1000-57 году. Жил он примерно 70-66 миллионов лет назад. У меня даже, помните, ребятки, был такой скелет стигимолоха на обзоре. В длину он был 3 метра, скажете, да. Не намного меньше, чем пахицефалозавр, который был 4 метра. Но в высоту он был 2 метра. А весил всего-то 85 килограмм. То есть, если пахицефалозавр это такой бык, то стигимолоха это такая легкая лань, газель, в общем-то. И это у нас игрушка тоже со спецэффектами. Вот так вот она рычит, светится у нее голова. Руки в этом деле не участвуют. Руки сами по себе. Конечно же, шевелятся руки-ноги. Вот здесь вот отсек батарейки. Батарейки здесь не маленькие какие-то. Здесь две больших пальчиковые батарейки, ребятки. Ну, в коробке он вот так вот продавался. Хвост у него съемный. И классно, очень классная пластмасса. И очень хорошо он детализирован. Эта игрушка тоже довольно старая. Она уже немножко здесь потерлась. Но, как видите, целая и не развалилась после пару лет активной игры. Вот мы за это ставим большой-большой жирный лайк компании Chapmay, которая делает такие классные игрушки. Ничем не хуже, чем Hasbro. Как по мне, даже местами и получше. В 2012 году эта игрушка сделана. Ну, года два, наверное, ей уже есть в использовании. Смотрите, какие классные детали. Вот, смотри, вся кожа в рельефе. Вот мышцы нарисованы. Вот такие вот лапы. Лапы, смотрите, как прорисованы складки кожи. Хорошо все сделано. Смотрите, как у него большая мускулистая лапа. И вот такая вот когти. Когти какие большие. Смотрите, он просто у нас качок. Лапка Тирекса по сравнению с ним крохотная-крохотная. Вот можем взять даже для сравнения вот такую вот фигурку Тирекса, которая у нас была недавно на обзоре. Кто пропустил, обязательно классните. Посмотрите. Ну, да, этот формат, конечно, у нас он намного больше. Намного больше, чем Тирекс. Этот стиги-молох. Стиги-молох отличается от первого, что бросается в глаза. Это вот такие вот шипы на затылке. Это отличительная черта стиги-молоха. Вот, видите. Давайте включим подсветку. Рычи-то, ну, вот так вот, очень странно, непонятно. Ну, конечно, а как еще можно представить себе рык стиги-молоха? Ну, я не знаю, ребятки. Кстати, напишите, у кого, может, есть такая игрушка, рычит ли она так же сам. И вот такой вот, в общем-то, ребятки, на стиги-молох, как обычно, в самый неподходящий момент селые батарейки. Значит, нам пора заканчивать обзорчик данной классной игрушки. Всем, ребятки, до свидания. И до новых встреч. Не забудьте поставить лайк. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok